Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О наиболее важных событиях расскажем прямо сейчас. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Если они такую справку не привезли с собой, то им будет выделяться три дня, чтобы они имели возможность провести тестирование здесь на месте. Буйство непогоды в Десногорске. Где будет возможность, будут посажены новые деревья, а где не будет, будем тогда выкорчевывать, чтобы они не мешались людям. 14 июля в здании администрации прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным регионального Роспотребнадзора, суточный прирост заболевших COVID-19 по области за этот день составил 47 человек. В Десногорске по-прежнему 136 заболевших. В настоящее время пациенты все средней степени тяжести, медикаменты, средства индивидуальной защиты в наличии имеются. Положительное на данный момент развитие ситуации позволяет говорить о готовности Атомграда к дальнейшему снятию ограничений. Среди главных положительных показателей коэффициент распространенности инфекции. В Десногорске он составляет 0,42, требуемое значение не более 0,8, а свободный коечный фонд 58% при требуемых 50%. На этой неделе Роспотребнадзор в Смоленской области проводит также анализ всех своих цифр, будет подавать их губернатору и будем ждать, какое решение он примет. Одно из мер ослабления действующего режима стало постановление главного государственного санитарного врача России от 13 июля. Согласно документу, с 15 июля все прибывающие из-за границы граждане освобождаются от двухнедельного карантина. Дальнейшее развитие ситуации со смягчением действующих особых мер на Смоленщине будет зависеть от указа губернатора региона, который ожидается к 20 июля. В Десногорске прошел атмосферный фронт, который принес шквалистый ветер и сильный дождь. Ненасть началось во вторник, 14 июля, а на следующий день в городе пришлось делать основательную уборку. Начав рабочий день с 8 утра, коммунальные службы продолжали работу и в средине дня. Итогом непогоды в Десногорске стали подтопления на улицах и поваленные деревья в разных частях города. В основном пострадала эта парковая зона, 9-я дорога, что находится вдоль галактики, идет. Также в первом микрорайоне, во втором микрорайоне, во дворах. Из-за практически штормового ветра где-то сорвало ветви деревьев, а где-то растения не выдержали целиком. Например, в первом микрорайоне под порывом ветра береза упала на здание ЖЭУ. Всего за прошедшую ночь Десногорск лишился 15 деревьев. Где будет возможность, будут посажены новые деревья, а где не будет, будем тогда выкорчевывать тни, чтобы они не мешались людям. По прогнозам синоптиков, подобные ненасти в ближайшее время не повторятся. После кратковременных осадков уже на выходных в Десногорске выглянет солнце и потеплее до 23 градусов. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В конце выпуска подробнее о погоде. 16 июля в Десногорске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 18, ночью плюс 12. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok